Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гидрологи отмечают, что лед в этом году тяжелый, ему не хватает плюсовой температуры и сильного толчка. Не исключено, что в месте затора придется проводить взрывные работы. При этом нигде подтоплений нет. Река Онега уже практически очистилась от льда. Завтра ожидается начало ледохода на реке Мизень. Архангельский театр Кукол реконструируют к новогодним каникулам. При этом на строительные работы, закупку и установку оборудования необходимо еще около 290 миллионов рублей. Из них более 100 миллионов из федерального бюджета. Обновление здания театра ведется с 2015 года. Сейчас завершаются работы на каркасе пристройки. В основном здании продолжается внутренняя отделка помещений. Монтируются системы электроснабжения, вентиляции и водопроводные сети. 2017 год юбилейный для нашей газеты «Правда Севера». Все вехи ее истории, а значит и истории нашей области, в 20 веке бережно хранятся в библиотеке имени Добролюбова. Читателю доступны даже самые ранние выпуски. Причем, как убедилась наша съемочная группа, сразу в нескольких вариантах. К столетию газеты «Рожденной революцией» в Добролюбовке создали небольшую экспозицию. Вот копия первого выпуска, который увидел свет 1 апреля 1917 года. Тогда издание называлось «Известие Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов». Впрочем, на стенде представлено лишь несколько страниц большой летописи газеты, которая в 1929 году обрела свое нынешнее имя «Правда Севера». В фондах библиотеки ее история, а значит и вся история родного края в 20 веке, как на ладони. И вот сейчас я держу как раз выпуск 9 мая 1945 года. Он начинает с текста подписания акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Знаете, одни вот эти строки, наверное, у каждого человека, советского, российского человека, вызывают трепет, гордость за нашу страну. С особым трепетом здесь относятся и к самой газете. Вот один из первых выпусков «Правды Севера», датируемый 1929 годом. С таких раритетов здесь в прямом смысле пылинки сдувают. Во имя долголетия ценные периодики соблюдают специальный режим. «Должно быть минимальное, конечно, освещение, должна быть определенная температура по ГОСТу, это примерно 18 градусов Цельсия. Должна быть определенная влажность воздуха, это 50% относительной влажности». Несмотря на особые условия хранения, читателю доступен весь архив «Правды Севера». «Были годы, когда мы выписывали и покупали до пяти экземпляров газет, и настолько читатели их, что называется, зачитывали, что в результате у нас оставалось один-два экземпляра хорошие. Но вот два экземпляра мы стараемся сохранить». Это на случай утраты одного из экземпляров, их даже хранят в разных местах, мало ли что. Значительная часть периодики представлена в отделе краеведения «Русский Север», причем не только в бумажном варианте. Выпуски «Правды Севера» с 1929 по 1987 год перенесены на пленку. Самый полный архив газеты есть в цифровом виде. «Они приходят, говорят, мы читать «Правду Севера», подходят к компьютерам, открывают файлы и начинают смотреть доступные копии, электронные копии газеты, которые у нас располагаются как раз на рабочих компьютерах, в сети интернет. Читатели у нас могут посмотреть газету, начиная с 1937 года и по 1941». Так что даже если ранние, оригинальные выпуски окончательно обветшают, их ценное содержание будет доступно широким массам. В общем, время не властно над «Правдой Севера», ведь газета идет с ним в ногу. Это «Сейчас в регионе» мы продолжаем. Завтра в Архангельске стартует операция «Трезвый водитель». Она продлится до 10 мая. Необходимость регулярного проведения этого мероприятия вызвана негативной статистикой аварийности. Ежедневно в регионе сотрудники ГИБДД задерживают до 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы призывают Архангела Городцев оставаться, не оставаться в стороне и сообщать информацию о водителях, которые позволили себе сесть за руль в пьяном виде. Телефон от журной части сейчас на ваших экранах. Сегодня в Архангельске почтили память северян, воевавших в годы Великой Отечественной войны и в составе партизанских отрядов на Карельском фронте. По традиции сотрудники ветераны регионального управления ФСБ возложили цветы к мемориальной доске организатора партизанского движения на севере, командира отряда «Полярник» Даниила Подоплекина. В этом году отмечается 75-летие со дня формирования партизанских отрядов. База сама, знаете, вы находитесь в деревне Трепузова, но здесь проживает командир партизанского соединения Подоплекин Даниил Андреевич. Мы обычно сюда начинаем с него, то есть ему возлагаем небольшую гирлянду со цветами и уезжаем непосредственно на базу. Всего за годы войны более 500 человек из Архангельской области сражались в составе партизанских отрядов. Архангельское городское телевидение и телеканал ПС запустили проект, приуроченный к 9 мая «Бессмертный полк. Моя история». Хотя сказать, что он появился именно по случаю Дня Победы нельзя, ведь чтобы рассказать, вспомнить и увековечить имена героев, повод не нужен. Таких историй в архангельских семьях немало. Каждый день в нашем эфире новый рассказ о тех, чьи имена навсегда в «Бессмертном полку». Известные люди Архангельской и простые горожане говорят о своих дедах, прадедах, бабушках, прабабушках, матерях и отцах, в жизни которых ворвалось страшное слово «война». Телепроект «Бессмертный полк. Моя история. Каждый день до и после выпусков новостей на канале ПС и канале ТВ-Центр». А теперь о том, какими событиями, мероприятиями, акциями будет отмечен день 9 мая в Архангельске. Программа празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Архангельске. 9 мая. 8 часов. 52-й легкоатлетический пробег, посвященный Великой Победе. В 11 часов начнется церемония возложения цветов. К памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову. К памятнику Юнгам Северного флота. К стелле Архангельск-город воинской славы и мемориалу участникам северных конвоев. В 12 часов на площади мира торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 13 часов торжественное прохождение Духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города, бессмертного полка, курсантов Архангельского морского института и Архангельского техникума водных магистралей. В 13 часов 30 минут праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени, майский вальс. В 14 часов праздничное народное гуляние и снова май и День Победы. С 14 до 16 часов соревнования полевой курс молодого бойца в сквере у кинотеатра «Мир». В 14 часов начнется концертная программа «Май весна победа» на площади мира. В 16 часов акция «Рекорд Победы» у памятника Соловецким юнгам. В 15.30 массовое исполнение вальса молодыми людьми «Победный вальс» на площади мира. И в 16 часов концертная программа «Архангельс поет о победе». С 15 до 17 часов праздничный концерт от Москвы до Бреста в районе улицы Попова на набережной Северной Двины. В 21 час молодежная акция исполнения песен военных лет «Песни победы». В 21.30 праздничная концертная программа «Победный май». И в 22 часа праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске. 9 мая. Архангельск. День Великой Победы. Добавлю, что с 6 по 9 мая ветераны по морю смогут бесплатно ездить на междугородних автобусах. Такая льгота коснется ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских лагерей и детей войны. Для получения льготы пассажирам необходимо предъявить лишь соответствующее удостоверение. К другим новостям. Ее появление на публике архангельский зритель ждал с нетерпением. После нескольких лет вынужденного перерыва звезда поморской филармонии Наталья Карель возвращается на сцену с новой программой «Три вальса». После нескольких лет молчания Наталья Карель снова на сцене. Певицу не сломала редкая и тяжелая болезнь, восстановиться после которой помогали друзья, коллеги, неравнодушные архангелогородцы и те, кто любит талант Натальи Васильевны. Уникальный меца-сопрано Наталья Карель вновь наполняет зал поморской филармонии. Вы знаете, я очень долго мечтала об этом концерте, и он для меня очень такой выстраданный, долгожданный. И это как бы мой ответ всем горожанам, всем людям, которые помогли мне в лечении, которые мне помогли поверить в себя. Программа концерта разнообразна. В исполнении Натальи прозвучат старинные романсы, итальянские напевы и песни Клавдии Шульженко. Это любимая певица Карель. С Натальей Васильевной на сцену выйдет ансамбль «Сполохи» и ее ученики, студенты музыкального колледжа. Певица она уникальная, потому что она одинаково успешно поет как классическую музыку, так и жанр старинного русского романса. Ей удается и народная песня, когда ее сопровождают «Сполохи», ей удается и, знаете, полная юмера и скрометности сцены из опередок. Наталья Карель приглашает всех своих поклонников и слушателей. 6 мая в 5 часов вечера билеты можно приобрести в кассе Поморской филармонии. В Архангельске прошло первенство области по легкой атлетике. В Манеже стадиона Трут собрались более 80 юных спортсменов. Соревновались ребята в беге и прыжках в длину. Алексей Карельский продолжит. У кого-то под ногами лужи и грязь, а у кого-то уже теплый песочек. Правда, речь не об отдыхающих, а о самых, что ни на есть работающих на дорожках. Это юные легкоатлеты оставляют свои следы, если не в истории спорта, то по крайней мере в летописи первенства Архангельской области. Региональные состязания свели в Манеже стадиона Трут более 80 участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа. Возрастные группы идут 2000-2001 и 98-99. Дисциплины у нас 100, 200, 400, 800, 1,5, 3 и 2000 с препятствиями. В программе, как вы понимаете, не только бег, но и прыжки в длину. У парней лучший результат – 5 метров 89 сантиметров – показал котлашанин Илья Пищалкин. Вообще-то специализируется он на других прыжках – в высоту. Да видать, яблоко от вишенки недалеко приземляется. За счет чего сегодня победили? За счет толчка, наверное, все-таки, что длину, что его стон должен быть высоким. Софья Малых тоже могла бы принести золото к Отласу. Правда, сегодня она живет и тренируется в Архангельске. На областных состязаниях ей не было равных на спринтерских дистанциях – 100, 200 и 400 метров. Больше я начала специализироваться после окончания шиповки юных. То есть там уже более четкое отделение на виды началось. Если раньше мы выступали в четырехборе, то теперь более узкая специализация. И как-то потянуло именно на эти дистанции. Конкуренция в любом случае есть, и она настолько стимулирует. Стимул у ребят действительно неплохой. Победитель этих соревнований в начале июня отправится в Петрозаводск, чтобы представить нашу область на первенстве Северо-Западного федерального округа. О новостях региона продолжим. Рассказ в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова